Хабаровск митингует девятый день подряд. Хабаровчане ходят на акции протеста практически как на работу. Они требуют от Москвы, чтобы она освободила похищенного губернатора Сергея Фургала. А к Хабаровску присоединяются и другие города страны, в том числе на Дальнем Востоке. Не станут ли эти протесты началом конца того, что мы называем территориальной целостностью Российской Федерации? И к чему они вообще могут привести? Об этом и многом другом мы сегодня разговариваем с нашим дальневосточным корреспондентом, политическим аналитиком, антропологом, кандидатом исторических наук Алексеем Филимоновым. Большая часть людей, они в принципе впервые выражают таким образом свою политическую волю. И они ждут какой-то реакции от власти, причем они не на любую реакцию согласны. Что-то им объяснять уже поздно, поезд ушел. То есть реакция может быть только одна, которую они позитивно воспримут. Это, соответственно, суд Хабаровский, суд Стрисажный. То есть жители Хабаровского строят только один вариант. Если губернатора Сергея Фургала вернут из Москвы в Хабаровск, и там будет проведен суд? Да, вернут абсолютно. Как они говорят, вернут на родину там этого, да. И там, соответственно, состоится местный, честный, открытый, справедливый суд с участием присяжных. Вы говорите на родину. Ну и действительно, там ведь такие кричалки. Фургала на родину, Фургала домой. Но разве Россия это не родина? Не совсем. То есть вот как, есть мать, да, и есть мать, есть суррогатная мать. Да, вот Россия это суррогатная мать Хабаровского края. Конечно, то есть это видно по диалогам людей, по их настроениям. То есть, конечно же, Москва, она не воспринимается как, ну, что-то свое. То есть Москва это что-то все-таки внешнее по отношению. Это на самом деле так и есть, то есть это не просто настроение людей, это отражение той объективной реальности, которая сформировалась. Поскольку, ну, не все это могут там вот изложить в таких строгих терминах, да, что вот здесь как-то там налоги там выкачиваются в Москву, что там московский бизнес приходит и происходит такая вторичная еще эксплуатация нашей вот несчастной провинции. Но они чувствуют, что вот что-то происходит не так, что-то происходит какое-то такое постоянное вмешательство в Москве. И у местных людей нет ни политических, ни экономических свобод и инструментов для достижения близких, понятных и нужных инцеп. Как вы оцениваете тот факт, что, казалось бы, люди должны были бы устать уже за эти 7-8 дней, а они напротив вышли в еще большем количестве? 11 июля мы видим, условно говоря, 30 тысяч, сейчас мы уже видим 50-60 тысяч. Это же беспрецедентно. Как, собственно, беспрецедентно и вообще все, что происходит в Хабаровске? То есть люди не устают, наоборот, протест наращивается. А секрет, я вам скажу, очень простой. Конечно же, на самом деле люди устают, просто на разные мероприятия выходят не полностью одни и те же люди. Понимаете? То есть состав меняется. То есть понятно, у людей есть работа. Кто-то, чтобы выживать, он работает в нескольких местах в Хабаровске. И тот состав, который мы видели сегодня, он отличается от того состава, который был. Да, люди устают, люди отдыхают, на смену приходят другие отдохнувшие за это время люди, и потом уходят эти, а те их сменят обратно. То есть происходит такая вот ротация просто получается. Да, но вот тут же интересно, что? Что, смотрите-ка, 11 июля вышла, условно говоря, там, половина активных жителей города. Сейчас они же вышли, к ним еще добавились. Потому что совершенно очевидно, что сейчас, вот сегодня, вот в эту субботу, вышли те же самые люди, в том числе, которые были 11 июля. Ну, просто это видно чисто физически, да, с точки зрения подсчета. Нет, это вполне логично, то есть, потому что люди, они же, когда уходят с митингов, они не знают, что вот они там, как вот, в отличие, допустим, от платных, вот этих проплаченных митингующих, которые свернули плакаты и все забыли, как бы, да, они с собой выносят все это, как бы, домой. Они об этом говорят в семьях. Вот, допустим, я вот уже там был, многие прямо с семьями и вышли. Они об этом говорят с друзьями, со знакомыми, то есть, если это, как бы, человек активный, его мнение что-то значит для окружения, понятно, что в другой раз он придет не просто самым с собой, еще друг какого-то приведет, который, ну, вот, раньше там не был, или был там далек от всего этого. Поэтому это вполне естественно, что люди, как бы, поскольку проблема не решена, они об этом говорят и после митинга. То есть, это происходит постоянно. И отсюда происходит стягивание новых людей через связи, через личные знакомства, через семью, там, и длинные, совершенно естественными способами. То есть, протест ширится, получается? Он не угасает? Да, да. То есть, я думаю, что он, как бы, может, ну, в принципе, уже сейчас, как бы, вот, если, как я вот прав, там, процентов 10 охвачено, так или иначе, то уже, на самом деле, колоссальная цифра, даже по европейским, я думаю, меркам. Ну, не знаю, боюсь загадывать там. Так и есть, да. Это действительно колоссальная цифра, 10% от города. Ну, это как в Москве вышли бы, не знаю, от полутора до двух миллионов человек сейчас. Причем второй раз за неделю, и при этом между этими двумя митингами были еще митинги. Да, ну, пока что это только Хабаровск, к сожалению, наверное, да. Регионы другие пока не спешат особо подтягиваться. Хотя уже люди и в Комсомольске, и во Владивостоке, Владивосток это вообще Приморский край, то есть, это другой регион, я поясняю для наших зрителей, которые не знают вот этих вот нюансов. Вот другие города уже потихонечку тоже начинают подниматься. Пока что те, которые рядом с Хабаровском, да, и кто-то из Владивостока, насколько я понимаю, приезжает в Хабаровск, чтобы поддержать митингующих. То есть, они считают, что нет смысла у себя там пытаться провести такое шествие? Я думаю, что, если говорить прямо о совсем других городах, то есть, даже за пределами Дальнего Востока, то там первая реакция была такая некоторая растерянность, потому что, конечно же, они там не в курсе всех наших событий, когда они об этом узнают, они вот смотрят вот на наши протесты, с одной стороны, с другой стороны смотрят вот там на вот этот свой муляж, который под видом губернатора Крымля поставил, сравнивают и понимают, что как-то вот это, ну, странно просто, да, потому что они бы, конечно, вот за вот этого, который их, они бы никогда в жизни таким образом не вышли и начинают, соответственно, уже копаться, выяснять, а что же там дальше, а почему вот здесь так, а почему вот у них что-то похожее на настоящего губернатора у нас вот как бы... Поэтому процесс, конечно, он медленный, но идет даже в других городах. То есть, я слышал, что там уже даже такое возникает движение, то есть, давайте обменяем нашего губернатора на фругал. То есть, ну, предложим своего как бы, да, в обмен там на этого. Поэтому, ну, процесс идет, ну, конечно, недостаточно быстро, чтобы успеть стать заметным в какое-то, вот, ну, не знаю, там разумное время, как я думаю. Но вы имеете в виду процесс охвата других регионов? Да, поэтому, да, возвращаясь к вопросу о прогнозе, как бы, да, то есть, вот я начал отвечать, просто потом у нас разговор ушел в сторону. То есть, смотрите, вот я как бы не особо верю, вот, что Кремль пойдет на какие-то уступки. Да, почему я в это не верю, как бы, то есть, давайте тут надо начать с чего, да, чтобы вот об этом говорить, как бы, надо сначала сформировать понимание, какая в России в целом сложилась политическая ситуация. То есть, как это вообще все, ну, работает в стране, получается. Мы с вами видим, ну, как люди более политики там, да, следующие, что Путин 20 лет выстраивал систему, в которой губернаторы являются покорными проводниками его воли. Но в то же время, то есть, с одной стороны, как бы он формирует таких вот марионеток, ну, ставит везде, да, но в то же время он требует, и он хочет, чтобы эти губернаторы каким-то образом контролировали настроение уверенного им населения. Но в жизни так не бывает. Либо губернатор – путинская марионетка, кремлевская марионетка, либо губернатор – это авторитетный политик, который прошел школу политической борьбы, который умеет говорить с народом и который на него опирается. То есть, сместить это в одной фигуре, ну, просто нет такого способа, понимаете, чисто технического. И вот это вот приписывание одной фигуре взаимоисключающих свойств – это одно из внутренних противоречий путинизма, многочисленных которых, конечно, в итоге-то его и погубят, в общем-то. И это противоречие же породило и феномен Фургала. Фургал попытался опереться на народ. При этом он не сделал даже ничего фантастического. Из хабаровских недр, там, не забейте нефтяные скважины, мы тут все не стали олигархами. А Фургал сделал только одно, но самое важное, что он показал, что ему не все равно. Он показал, что он не готов забить на интересы людей, которые ему доверили. Да, да. И этого оказалось достаточно. На полностью выжженном путинизмом политическом поле, вот этого заявления оказалось достаточно. Результат превзошел все ожидания. В итоге Фургал фактически приобрел массовую поддержку и тем самым он автоматически вышел за отведенную ему роль путинской марионетки. А значит, даже не имея какого-то умысла против системы, а он его, по-видимому, и не имел, тем не менее Фургал все равно стал для него человеком подозрительным и практически бунтарен по путинским меркам. И Кремль отреагировал так, как он умеет реагировать. И сейчас Кремль, по сути, попал в такую классическую вилку. Если он не уступит хабаровским протестам, то он, конечно же, потеряет весь хабаровский край и в перспективе весь Дальний Восток. Поскольку хабаровчане уже прошли на принцип. Это видно. Что бы сейчас ни говорила кремлевская пропаганда, никто ей тут не поверит. Промывать мозги населения нужно было до ареста Фургалу. А сейчас все, поезд ушел. Но и уступить Кремль тоже не может. Поскольку это будет крайне опасным примером для других регионов. Губернаторы, либо кандидатов губернатора, увидят, что поддержка людей, оказывается, может иметь некий вес. Может иметь некое значение. Если завтра выяснится, что поддержка населения может защитить от произвола Кремля, это станет началом конца той вертикали, которую Путин долго, старательно, кропотливо все свои 20 лет выстраивал. И вот, которую он наконец-то выстроил. И по сути, это единственное его какое-то реальное достижение вообще в этой стране, что он реально, наверное, сделал. И вот вдруг это начинает сыпаться только из-за одного хабаровского региона. Поэтому я склонен думать, что, конечно же, Кремль будет гнуть свою линию до конца всеми возможными способами. Конечно, потерять Хабаровский край, потерять даже Дальний Восток, это крайне неприятно. То есть это в этом случае будет играть вот та альтернатива, о которой вы сказали. Хабаровский край будет уходить от Путина, от Москвы, от России, грубо говоря. Да, да, да. И это, конечно, неприятно. Но потерять вертикаль, это неприемлемо. То есть лучше потерять Хабаровский край в политическом и социальном смысле, да, социологическом, я бы сказал, нежели потерять всю Россию, всю вертикаль, всю эту путинскую систему. Абсолютно так. Абсолютно так. Потому что потеря вертикали как бы она очевидна и оно несомненно при данном раскладе. А потеря Дальнего Востока, возможно, даже для Кремлянии так очевидна, поскольку оно еще как сохранило какую-то наивную веру в свою собственную пропаганду. Возможно, даже сам я частично как-то и одурманил. Давайте подтвердим сейчас еще раз. Вот я из того, что вы сказали, делаю вывод, что вот тот путь, по которому сейчас идет Кремль, это потеря Дальнего Востока, потеря уж точно Хабаровского края для Москвы. Это однозначно потеря лояльности Хабаровского края в перспективе всего Дальнего Востока, я думаю. То есть, как минимум, понятно, что у нас традиционно самый протестный регион там это Приморье, который сейчас там залили деньгами там всеми возможными. Но это все работает до поры до времени, то есть деньги рано или поздно кончатся, и тогда и Приморье проснется, а тут уже Хабаровский край, то есть впереди будет планета. Так, вот я еще раз подчеркну, что у нас получается ведь и Владивосток начал потихонечку подниматься, то есть либо в Владивостоке проводятся какие-то пока что маленькие, но акции все-таки. Вот я слышал, вышли люди, да, и либо они едут в Хабаровск, присоединяются к протестующим. Владивосток, я вам скажу, потенциально это потенциально несопоставимо более протестный регион, чем Хабаровский край. Конечно, ну там, во-первых, миллион населения в самом городе, прежде всего, Хабаровский 600 тысяч. Хабаровский край, потому-то и проглядели, что он долгое время был таким тихим, спокойным, провинциальным городом, его просто проглядели, сейчас он прорвался. А Владивосток в какой-то момент залили деньгами, то есть там построили мост, там этот вот университет, там этот вот на Русском острове, там еще что-то, как бы, то есть так, так, иначе многие, я думаю, как бы, жители Борта, из-за того, что-то прямо или косвенно, ну, заработали, как это вот. Но это все до поры до времени, то есть, ну, скажем так, природу не обманешь, то есть просто как это, да. Поэтому, конечно же, Владивосток, он неизбежно к этим моментам подтянется. Вот, и, соответственно, получается, вот, да, к вопросу, что же будет дальше. То есть, теоретически, если говорить теоретически, то есть, конечно, у Кремля могут быть какие-то в арсенале сложные маневры. Например, если вот так начать уже подсказывать Кремлю, да. Да лучше не надо. А мы можем, я скажу потом, почему можем, как бы, да. То есть, можно попытаться сделать, что все эти протесты, на самом деле, инспирированные Кремлем, происходят с его одобрения, по его воле и так далее и тому подобное. И отыграть назад через это дело. Конечно же, это все равно будет проигрыш. Но это будет проигрыш, то, что называется, с отходом на заранее приготовленные позиции и потери Кремля будут, электоральные потери будут минимизированы. Но, вот как показывает практика, все, что я вижу последние годы, Кремль, в принципе, не умеет играть в сложные маневры. Абсолютно во всех ситуациях, что внешняя политика, что внутренняя, там, где у Кремля был какой-то выбор, мы видим самую примитивную реакцию из всех возможных. И единственная тактика, в которую Кремль умеет, вот такое впечатление у меня возникает, это стоять на своем до последнего, а потом спасаться паническим бегством. Все. То есть, вот как Советский Союз в первые годы, вот, той самой войны, как это вот, да. И я думаю, что, на самом деле, это тоже некая системная проблема, связанная с потерей управляемости. Потому что для того, чтобы уметь в гибкую тактику, нужно иметь более совершенную современную армию, даже если мы говорим про армию чиновников. То есть, армию, которая думает не только о своих интересах, но и о интересах системы в целом. Армию, которая умеет отступить, но отступить так, чтобы отступление не превратилось в бегство. Вот это качественно иной, на самом деле, уровень управления, который Кремлю, как мне кажется сейчас, просто недоступен в принципе, поскольку иначе вот эту вот твердолобую, вот эту твердую политику объяснить трудно. Алексей, ну вы видите, что на самом деле за 8 дней после двух таких огромных митингов власть, ну имеется в виду кремлевская, не нашла с чем ответить. То есть, у них сейчас еще один митинг, и они просто стоят и смотрят на это. Смотрят, как 10% города выходят уже второй раз за неделю, да, и при этом устраивают маленькие митинги в промежутке, так сказать. Это же поразительное что-то. То есть, у них нет ответа, а они парализованы. Думают взять измором. Думают взять измором, то есть, вот походят, устанутые перед... Я прошу прощения, да, вот уточняющий вопрос. Измором. А получится взять измором? И что это значит? Ну, смотрите, и да, и нет. Понятно, что вот, допустим, люди выходят на митинги, и митинги никакого результата, как я думаю, как бы, да, то есть, я, конечно, могу ошибаться, может, там, что-то проснется, как бы, может, там, либо, наоборот, рушится, начнет, как бы, но вот из того, что я вижу сейчас, если делать прямую экстраполяцию действий Кремля, как бы, на будущее, то, в принципе, как бы, скорее всего, какой-то вменяемой реакции, ее просто, ну, не будет, как это. Люди рано или поздно устанут. То есть, как большая масса, она перестанет выходить, меньшая масса, каким-то образом, еще более радикализуется, будет искать более, ну, как это всегда и бывает в таких ситуациях. Но будут необратимые для Кремля последствия. Это, по сути, полная утрата доверия к центральной власти, к официальной прессе, которая тоже занимает такую специфическую позицию. Да, она вообще молчит. У нас, я вот посмотрел ни по одному каналу за 8 дней, ни по России один, ни по Первому каналу, ни одной новости, вообще, ни в одном выпуске. Я уж не говорю про вечерний, даже вот эти вот стандартные. То есть, да, смотрите, да, последствия, как бы, это просто осознание, самый главный результат митингов, это даже, ну, к сожалению, как бы, может быть, для кого-то, как бы, не... Судьба Фургала, хотя я думаю, что, когда режим рухнет, судьба Фургала все-таки еще может нам принести много интересных сюрпризов, вот, но что делать, как бы, иногда путь к этому, ну, путь к славе лежит через тернии. Но главный результат это осознание людьми, что страна находится в системном кризисе. То есть, это то, что она в кризисе, как это, ну, мы с вами можем понимать, мы можем видеть. А сейчас это станет очевидным для, ну, причем вот эту вот очевидность, понимаете, ее нельзя будет отыграть назад. Изменения, которые происходят в сознании людей, они будут необратимы. То есть, технически нет способа каких-то вот, ну, нет такого способа, чтобы пропаганды внушить людям обратное. Почему люди вообще вышли, да, почему это стало возможным, такой масс, почему вот эти вот 80 тысяч, как бы, да. То есть, давайте зададим себе простые, ну, себе и людям простые вопросы. Если бы в России были следственные органы, которые пользуются доверием, на улице бы не вышло столько людей. У нас бы не было на улице Хабаровска вот этих 80 тысяч человек. Но этого доверия к следственным органам нету. Разумеется. Если бы в России были суды, которые пользуются доверием, люди бы опять не вышли. Если бы хотя бы в Хабаровске, ладно, бог с ними там, следствием, бог с ними судами, хотя бы, если бы в Хабаровске был нормальный, победивший на честных выборах мэр. Такой бы мэр мог выйти к людям и сказать, что я беру дело под свой личный контроль, я буду добиваться там правды всеми способами. И люди бы ему могли поверить, потому что, ну а как же, это ведь мэр, мы же за него голосовали, мы его выбирали. Но проблема в том, что опять-таки под видом мэра нам всунули единорусовский муляж, который только внешне, да и то не особо, выглядит как мэр. То есть, чтобы народ вышел в таком количестве на улицы, надо, чтобы у людей предварительно сформировалось четкое ощущение, что в стране нет ни нормального следствия, ни нормальных судов, ни даже нормальной местной власти. И вот эти вещи, понимаете, люди, они их понимают не теоретически, ну, люди, они не мыслят, они не абстрактными терминами, как бы, да, осмысляют ситуацию, а через свой непосредственный практический опыт. Они это ощутят на своем опыте. И вот отыграть этот опыт назад, который они получат, выходя на улицы, ну, будет просто технически невозможно. Понимаете, вот никакая самая искусственная пропаганда не может забрать у человека вот тот опыт, который он получил. Ну, только это, наверное, я попытался всем сделать, но я думаю, это уже... И я вот об этом же думаю. Получается, что вот люди сейчас выходят в Хабаровске, у них появляется опыт проведения подобных мероприятий, и при этом опыт безболезненный, потому что они не встречают сопротивление. Это означает, что, в принципе, как минимум в Хабаровске, в Хабаровском крае точечные репрессии, которые были вот во время, например, аннексии Крыма, да, когда все-таки в Хабаровске были люди, пусть и в достаточно небольшом, к сожалению, количестве, которые выступали против военной агрессии России. Их же тогда прессовали, мы знаем, что последовало тогда, в общем-то, в Хабаровске, в том числе в Хабаровске возникла довольно тяжелая ситуация для таких вот людей, которые заняли оппозицию в отношении аннексии Крыма. Вот я думаю, что если бы сейчас что-то подобное попытались бы сделать в Хабаровске, то, наверное, люди, которые сейчас выходят за фургалы, они бы вышли из-за тех людей. То есть, так просто репрессии даже точечные в Хабаровске уже не проведешь. Ну, тут, конечно, сложно говорить, это только можно эмпирически проверить, то есть, насколько там, но в любом случае, если развить вашу мысль, я вот могу сказать, да, то есть, я так понимаю, что этот вопрос уже вот так ставите более жироко, о европейском выборе, там, о сознании. Я не знаю, готовы ли люди выходить сейчас вот за, ну, тех, кто не получил предварительно такой широкой известности, как фургалы, потому что все-таки некая тут, медийность, конечно, наиграет какую-то роль, то есть, человек должен стать, ну, какой-то фигурой, завоевать, как минимум, симпатии, а еще лучше доверие людей. Но в любом случае, конечно же, вот сам факт этих протестов, он наглядно показывает, что не существует какого-то особого пути, о котором так любят говорить кремлевские идеологи. А вот тот самый глубинный народ Суркова существует только в любом богатом воображении, то есть, где-то вместе, там, с гоблинами, там, орками и другими, там, подземными, вот этими, жителями подземелья. То есть, Хабаровск, достаточно отдаленный город в России, он продемонстрировал абсолютный базовый набор европейских ценностей. В чем они конкретно заключаются? Во-первых, мы видим, вот по этим митингам, по словам, которые люди говорят, мы видим, что у хабаровчан есть потребность выражать свою политическую волю. Это важно. У хабаровчан есть потребность в выбранных институтах власти, которые представляют их интересы. И даже вот эта вот местечковость, в которой часто хабаровчан упрекают, что вот вы говорите только о своих местных проблемах, вот там, ругал, вот это все как бы. На мой взгляд, даже местечковость, это не свидетельство провинциальности протеста, не свидетельство, как будто ты. Это на самом деле говорит о совершенно здоровом эгоцентризме и практицизме. И то, и другое, это нормальные европейские качества. Эгоцентризм, когда моя, ну, рубашка ближе, вот мои интересы, да, они прежде всего. И практицизм, то есть, что я буду с этого... Ну, и вопросы местного самоуправления, я извиняюсь. Те самые вопросы местного самоуправления, которые, собственно, сделали Европу Европой. Мы сейчас видим, что на самом деле протесты в Европе очень часто происходят как раз-таки по вопросам местным, а не, так сказать, общей страны. Да, заметьте, что люди, которые выходят на протест, они не мыслят в навязываемых им кремлевской пропагандой геополитических, а точнее метафизических и оккультных ценностях, да, правильнее их так называть. Никто не вышел с лозунгом «Фургал, наша духовная скрепка», почему-то, да. Никто не вышел с лозунгом «Фургал, наша надежда, защита от англосаксов», почему-то, как бы, да, то есть, хотя, ну, казалось бы, вот. Все благодарят его за то, что он там квартиры помог кому-то получить. То есть, такие меркантильные вопросы. Правильно, потому что у нормальных людей на первом месте не абстрактные духовные ценности, которых не существует, не какие-то метафизические там интересы страны, как будто страны могут быть интересы отличные от людей, которые в ней живут в этой стране. Нет, у них на первом плане их конкретные проблемы, и это замечательно, что хабаровчане начинают осознавать свои интересы, и они все больше понимают, что их интересы распутятся с интересами Кремля. Конечно, последние не все понимают одинаково отчетливо, как это видно из бесед, но это уже вопрос времени, на самом деле, не очень отдаленного. Это вопрос времени и практики, вот и политической практики, в которую хабаровчане сейчас втягиваются. Когда я читаю некоторые комментарии, то есть, возникает такое ощущение, что, ну, многие люди, они имеют представление о протестах преимущественно по фильму «Американскому диверегенту». То есть, если в кадре нет какой-то вот девушки с луком за плечами там, и чтобы ее звали с лукой пересмешниться, то это какой-то, по-видимому, ненастоящий протест. Причем она должна говорить такими очень хорошо поставленным голосом, и на таком очень, на уровне какими-то оперировать универсальными абстракциями, там, что вот там тирания, там, демократия и так далее и тому подобное. То есть, надо понимать, что такое бывает только в кино. Реальные живые люди, они не осмысляют реальность таких ситуаций. Более того, есть такая особенность, что люди, они всегда описывают ситуацию в терминах «прошедшие эпохи». Вот это надо понимать, надо делать на эту поправку. Даже в той же самой Европе слом феодализма шел под религиозными лозунгами, но это не помешало абсолютно европейцам построить в конечном итоге светское государство. Да, конечно, рассуждения каких-то собеседников, они могут выглядеть наивно, но это не повод относиться к ним свысока. Потому что, если, допустим, лично я там учился 5 лет на эстфаке, потом еще сколько-то лет в аспирантуре, понятно, что я буду эту реальность в каких-то, ну, иных качественных терминах осмыслять, чем человек, у которого другая профессия. Это не делает его хуже, это не делает его как-то ниже, не делает как-то его глупее. Если бы я сейчас, он просто все эти годы занимался каким-то другим делом. Если бы я попытался сейчас рассуждать вот об области его профессиональной деятельности, я был бы, наверное, еще бы смотрелся еще более наивно, еще более странно. Поэтому, вот как бы, когда мы слышим все эти слова, нам важно понимать не только, что человек говорит, но и почему он это говорит, что привело его на площадь и что привело его к тем мыслям, которые он высказывает. И даже когда человек пытается говорить предельно аккуратно, это тоже говорит о его какой-то внутренней компетентности, потому что он говорит осторожно, он только начал разбираться, он еще пока вот только в начале, в самом пути. И это гораздо лучше и симпатично лично для меня, чем человек, который сам пломбом говорит о вещах, о которых он не имеет ни малейшего представления. Потому что вот из таких людей как раз получается потом в итоге нодовцы и другие вот эти забавные путинские зверьки. А человек, который говорит осторожно, в рамках того, что он знает, старается вот по делу, из этого человека потом как раз вырастает самый настоящий, активный, здраво рассуждающий гражданин, которых нам так сейчас в России не хватает. Надо понимать, что существуют объективные исторические законы. Базовые свойства личности формируются современной городской средой. И они одинаковы для всего мира. В этом смысле даже словосочетание европейской цивилизации не вполне корректно, это тавтология. То есть нет никакой европейской цивилизации, есть просто цивилизация, которая так и называется цивилизация. И так просто получилось, что конкретно США, некоторые страны Европы, они вот сейчас вот на этом пути развития стоят, ну, несколько впереди нас. Так исторически сложилось. Мы видим, что несмотря на полный контроль над СМИ, Кремль не может произвольным образом кроить сознание своих отданных, так как вот он хочет. Конечно, Кремль может играть в какие-то вот ситуативные, в тактические игры. Он может играть на патриархальных пережитках, на имперских комплексах. Да, это возможно. Да, это, конечно же, все тормозит развитие российского общества. Но это не может остановить магистральных процессов, которые происходят в современной городской цивилизации. Теоретически можно попытаться только вот разбомбить все города, людей обратно в деревню поселить там. Тогда, ну, может быть, вы как-то сможете восстановить вот тот самый патриархальный там уклад там старым батюшкой там с непререкаемым авторитетом Москвы. И то не факт, потому что тоже есть вопросы даже вот в этом случае. Не факт очень сильно как бы там. Но другого пути его точно не существует. Ну, кстати говоря, хочу сказать, что люди-то вот тут на днях отстояли одного из задержанных в Хабаровске. Они обступили полицейскую машину, скандировали свободу и парня отпустили. Ну, это просто вот вспомнилась деталь такая небольшая. А еще я подумал вот о чем. Вот в России же героями как становятся на самом деле? Через тюрьму. Вот нужно отсидеть. Вот мы знаем, да, что вот так зарабатываются в России испокон веков, ну, как сказать, образ героя, образ настоящего оппозиционера, да? Вот вспомню Ходорковского. Он ведь свою известность именно политическую как приобрел? Тем, что он отсидел, он пожертвовал, претерпел, что называется, вот это вот терпение, страдание, да, оно еще от Достоевского идет. То есть это у людей в качестве архетипа коллективного, бессознательного, да? И вот сейчас Фургал сиделец. Вам не кажется, что власть, Кремль в смысле, сам того не желая, лепит Фургалу дополнительный образ, настоящий уже такой героический, тем, что вот так вот посадил его? Ну, на самом деле, все-таки, как бы уже в современной России есть два пути стать героем. Вот первое, которое вы сказали, через страдание, то есть, ну, на эфире сформулируют, да, не обязательно через тюрьму, как бы через страдание некое, но и второй, все-таки, более современный путь, который вот сейчас все большее значение приобретает, это через достижение. И, в принципе, достижение у Фургала уже есть. Власть дает ему второй компонент, который апеллирует, конечно, к более архаическим представлениям о герое, но, по-видимому, чтобы уже точно никто не сомневался, что Фургал герой, даже самые вот архаично мыслящие россияне, власть придает ему вот этот вот самый второй компонент имиджа, необходимый для того, чтобы человек в России стал известным. То есть, да, это, я считаю, усыревающий формат уже, но он, тем не менее, работает, да, и, в принципе, власть, она таким образом, вот это, ну, вместо того, чтобы сделать из него преступника, делает из него такого некого героя. Ну что ж, подводя итоги, я скажу, что у Кремля, похоже, нету хорошего хода в этой ситуации. Любой ход, это цубцванг, да, то есть, какой бы он шаг сейчас не совершил, для него и он будет так или иначе разрушительным. То есть, да, да, абсолютно так, даже для неглупых людей тут на самом деле очень сложная ситуация, а вообще того, что кремлевские вот политтехнологи сильно ограничены и возможности, да, такое ощущение, что и в интеллектуальном потенциале тоже они сильно ограничены, мне теперь даже просто вот технически интересно посмотреть, а что же они сделают. Это были Алексей Филимонов и я, Александр Кушнарь. Подпишитесь на Ньюс Эйдер, а при желании поддержите нас через платформу Патреон, а также другие ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. Благодаря вашей поддержке мы можем расширять спектр наших программ и повышать качество наших видеоматериалов. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.